Добрый день! С вами магазин пряжи Коска, меня зовут Евгения. Сегодня герой нашего обзора это смесовка с вискозой и полиамидом в очень нежном перламутровом цвете, которую мы можем использовать в качестве подмота, а можем вязать из нее самостоятельно. Вот она наша смесовка. Так как смесовка в очень нежном цвете, вернее цветах, для видео специально выбрала темный фон, чтобы мы могли поподробнее и детально рассмотреть данную смесовку. В составе у нас 80% вискоза, 20% полиамид, метраж 460 метров в 100 граммах и стоимость данной смесовки 350 рублей за 100 грамм. Смесовка мультикалорная, секционная, секции короткие. И здесь у нас сочетаются молочный цвет, зеленый, очень такой нежный, я бы сказала, ментоловый, нежный-нежный цвет, светлый, перламутровый, голубой и кофе с молоком. Нить у этой смесовки неровная, она такая зигзагообразная или можно назвать ее волнистой. И она имеет характерный вискозный блеск, потому что в составе у нас все-таки 80% вискозы, поэтому блеск в полотне будет. Образец вязали в одну нить, спицы здесь примерно 3 мм. Вязать можно топы, жилеты, футболки, кардиганы. Видите, как интересно сложился узор из данных секций. Узор будет складываться в зависимости от того, какая ширина изделия. То есть на рукавах это будет один узор, спинка и перед это будет совершенно другой узор. При вязании из этой смесовки не забываем, что вискоза у нас стремится вытянуться в длину. И чем рыхлее мы вяжем и чем тяжелее изделие, тем больше будет оно вытягиваться. Поэтому обязательно вяжем хороший по размерам образец. Стираем не менее двух раз и делаем расчеты на изделии. После только этого приступаем непосредственно к работе над изделием. Мы также провели небольшие эксперименты с подмотом. К данной смесовке мы сделали подмот. Здесь у нас получается подмот нити кашемир, меринос, вискоза, полиамид. Это такая смесовка, талая вода. Смотрите, какое интересное полотно у нас получилось. Фактурная, немножечко цвет высветлился, но фактура очень интересная, очень красиво смотрится. И вот так вот смотрится изнанка. Поэтому можно добавить во все изделие. Можно сделать полосочки. Вот здесь так же, как на образце. То есть все уже будет зависеть от вашей задумки. Спицы в этом образце использованы четыре с половиной на протяжении всего образца. Дальше еще поэкспериментировали мы вот с такой вот спушенной альпакой. Она тоже секционная, мультикалорная. И вот мы к ней подмотали также ниточку данной смесовки. Смесовка у нас также цвет альпаки успокоила, то есть высветлила его немножечко. Он стал более светлым, более спокойным. Ушла прозрачность полотна. И ворсы альпаки чуть стало меньше. Поэтому такую смесовку можно смело использовать в качестве подмота. Как в спушенной пряже, так и гладкой. Здесь уже смотреть и выбирать только вам. Данный артикул, а также много других, вы можете заказать на нашем сайте Коска.ру Либо написать нам в наши социальные сети, где мы ответим на ваши вопросы и поможем с оформлением заказа. Всем хорошего, продуктивного дня. Пока-пока.